Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в руках фильтр от германского производителя Eheim Pickup 60 Производителем заявлена мощность потребления электроэнергии в 4 Вт Предназначен для аквариумов от 30 до 60 литров И, соответственно, мощность воды до 300 литров в час Размеры фильтра достаточно громоздкие Подъемная мощность до 35 см Упаковка, как всегда, на высоте у немцев 4 крупных присоски в комплекте идут Инструкция на 20 языках, включая русский Собственно, сам фильтр И гарантийный талон Вот, друзья мои Ну, что хочу сказать Первое впечатление Пластмасса качество отличное Фильтр достаточно громоздкий Но, в то же время, если его поставить в углу аквариума То выглядит он будет Ну, не будет бросаться в глаза Как там, я не знаю, кусок какого-то там дешевого пластика Так, ну, сейчас я попробую разобраться, как все это дело работает Значит, вверху у нас есть вот такая вот штука Это, значит, сопло, из которого выходит вода И его можно направлять, есть регулировка вправо-влево Регулировка потока воды есть, но только по горизонтали Вверх-вниз направить течение воды у нас не получится Значит, верхняя крышка снимается вот таким вот образом Сам насос, я так понимаю, у нас размещается вот здесь вот внутри Здесь у нас находится вот такая вот губка средней пористости Значит, корзина снимается таким образом И здесь же прикреплен у нас ротор Вот вы видите, ротор находится на металлической оси Что для Хейма, конечно, удивительно Но, тем не менее, вот металлическая ось и ротор на шесть лопастей Ну и, соответственно, мотор сам вот внизу То есть, внизу идет забор воды Вот таким вот образом это все собирается обратно Идет забор воды Продавливается через фильтрующий материал И уже вверху выталкивается под напором через вот это вот сопло То есть, крепится он либо вот таким вот образом, либо вот таким вот, как вы понимаете И забор воды осуществляется вот сюда Цена такого фильтра в несколько раз выше, чем, ну скажем так, раза в полтора-два выше, чем польские аналоги И раз в четыре-пять выше, чем китайские аналоги И вот эта вот корзина для фильтрации Ну то есть, смотрите, вот здесь половина фильтра Вот эта вот половина фильтра вообще не используется для фильтрации То есть, если его перевернуть вот так, это получается у нас голова, да? Если его перевернуть вот так, то практически половина фильтра занимает мотор И там все вот эти причиндалы Плюс вот эта часть, она тоже не участвует в фильтрации По сути, вся фильтрация у нас происходит вот здесь, вот в этой корзине Вот здесь Сами видите, какой фильтр и какая корзина И, скажем так, та площадь, которую занимает данный фильтр, используется нерационально Здесь немцы, конечно, немного намутили Так, ну что ж, в комплекте к этому фильтру есть, значит, держатели для присосок Они цепляются вот сюда, вот, значит, есть еще насадка на шланг Собственно, сам кусочек шланга для обогащения воды воздухом И вот он сюда вот подключается, то есть, и можно уже регулировать вот этой штукой Регулировать мощность подачи воды Значит, здесь у нас есть крепление для присосок Вот таким вот образом Они вот сюда защелкиваются И я так понимаю, что назад уже его вынуть не получится Пока я этого делать не буду Значит, собственно, сами присоски Крепление вот таким вот образом, видите, да, разъем Вот, и все это крепится сюда, это раз Второе, есть вот такая вот насадка для шланга Ох, как это все плотно заходит Вот, и, соответственно, вот таким вот образом все это дело регулируется Ну и одевается вот сюда, то есть, вот таким вот образом Вот, пожалуйста, вот такая вот конструкция Уэхэйма для обогащения воды воздухом Давайте поставим этот фильтр в аквариум Посмотрим, как он работает Как он, с какой мощностью прокачивает воду И, соответственно, как он обогащает воду воздухом Друзья, ну и, наконец, последний обзор фильтра Его тест-драйв в воде Давайте погрузим его в воду и посмотрим, как он быстро запустится и как он работает Запуск фильтра моментальный Вот, вы видите, как работает регулировка воды К сожалению, регулировка вверх-вниз не предусмотрена в этой модели Вот, видите, внизу есть небольшое подтекание Это, конечно, к плюсам Эхэйму зачислить сложно Ну и давайте погрузим фильтр в воду Посмотрим, как он обогащает воду воздухом Вот, пожалуйста Ну, то есть, на ту длину шланга, которая выделена нам производителем Обогащение воздухом идет отлично И теперь давайте попробуем его прикрепить к стенке аквариума И посмотрим, как все это дело работает Ну, вот, пожалуйста Значит, присоски держат хорошо В этом фильтре, на удивление, они с креплением не слетают Что огромный плюс И теперь, знаете что Я хочу протестировать этот фильтр на предмет его подъема из воды И, к сожалению, он не работает При подъеме фильтра из воды наполовину Фильтр перестает работать Есть небольшая струйка Ну, знаете, я думал просто, что вот такая конструкция Забора снизу и продавливания через мочалку Позволит такому фильтру работать в аквариумах Либо в полюдариумах С низким, скажем, столбом воды Но, к сожалению, этот фильтр В таких условиях отказывается работать То есть, ну вот, он должен быть практически полностью погружен в воду То есть, ну, хотя бы минимум на... Где-то... Где-то процентов на 70 должен быть погружен в воду И тогда он только работает Значит, что хочу сказать Конструкция фильтра мне не понравилась Потому что очень громоздкий, получается, у нас заборник воды Сам фильтр очень толстый И, как я уже говорил, он не используется полностью для фильтрации Корзина для фильтрации достаточно мала И, ну, скажем, объем фильтрующего наполнителя Может, ну, чуть-чуть больше, чем китайских аналогов Собственно, решать вам, стоит переплачивать такие деньги За вот красивый дизайн и качественную пластмассу Либо не стоит Я думаю, что лучше работать, чем китайские аналоги он точно не будет Тем более, что, ну, посудите сами Мощности особой я от него тоже как бы не вижу, да? И плюс, ну, нет возможности прикрепить ни дождевалки Ни разбить течение воды Ну, разве что направить его, например, на стекло Чтобы стекло разбивалось течение Ну, это, сами понимаете, тоже как бы не вариант Тем более за такие деньги С другой стороны, Эхэйм Ну, что, он практичный, он тихий И он сделан из качественной пластмассы И достаточно в таком интересном дизайне Если у вас есть лишние деньги И вы хотите получить за них Практичный фильтр без танцев с бубном То Эхэйм как раз для вас Но если же вы ищете Максимально качественной фильтрации И хотите сэкономить при этом на деньгах То советую вам все-таки рассмотреть варианты С фильтрами китайскими Либо от компании Акваэль Я надеюсь, мой обзор вам был полезен Если это так, ставьте пальцы И подписывайтесь на обновление канала Всем добра До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok